Михаил Михайлович, просьба для самых преданных коллег, для болельщиков, которые это все посмотрят, прокомментировать ход сегодняшнего матча. Вот, еще раз подтягиваются. Наши юные журналисты, да. Ну, еще раз, вот то, что сейчас прозвучало на Flash, что я доволен характером команды, то есть и то, что мы все-таки раскручиваем себя на максимум, то есть все игроки, которые играют, они равнодушны, может быть, нам не хватает качества на флангах для того, чтобы более так системно, осмысленно атаковать, но отношение к игре, там, желание изменить ситуацию, когда все-то идет не так, на достаточно высоком уровне, и тут вот моя благодарность команде, и, наверное, вот болельщики, которые приходят, видят, что у нас нет равнодушных, это та ситуация, которая вот, ну, должна подстегивать людей, чтобы еще приходили на следующие матчи, а так, ну, понятно, что сейчас много там судейских решений, много будет, что-то будет смотреть, что-то не смотреть, понятно, что к нам будет меньше интереса, потому что там до Москвы, может быть, даже не дойти то, о чем мы будем говорить, там есть другие команды, которые уделяют внимание, но нельзя не заметить одни и те же странные вещи, то есть сейчас идет конец сезона, у нас один, два, три игрока пропускают матч, и, знаете, имея только одно нарушение, они тут же получают желтую карточку, у меня это вызывает улыбку, потому что, ну, наверное, на это стоит обратить внимание, потому что, ну, Мишкич нарушает только один раз, получает желтую карточку, пропускает следующую игру, Бивеев получает желтую карточку, потому что, наверное, в рефере показалось, что он что-то сделал не так, хотя со стороны Бивеева там вообще никаких действий не было, то есть случайность, но давайте зададим этот вопрос, случайность или нет, то есть вот Бивеев, Мишкич у нас получает желтые карточки, возьмем следующий кубковый матч, который с ЦСКА у нас будет, у нас минус два игрока, и так вот каждый эпизод, то есть, ну, может быть, смело сейчас нас будут смотреть ВАР, они будут замечать то, что финальный разбор подходит вот у нас игроки, когда мы имеем два-три дисквалифицированных, и я на это хотел бы обратить внимание, потому что, ну, вот пускай на совести рефери будет Мишкич с желтой карточкой Бивеева и того же Егорычева, да, а не дать Сирьянову желтую карточку за срыв атаки, который на фланге, ну, ну, давайте вот эти эпизоды оценим, и наша судейская бригада там или судейский комитет даст оценку этим эпизодам, хотя, понятно, на желтой карточке они закроют глаза, но еще раз скажу, что вот мелочи, которые там, не надо смотреть ВАРа, надо смотреть на ситуацию, когда пропускают, по какой причине следующую игру наши игроки. Мишкич первое нарушение, Бивеев вообще без нарушения, игроки пропускают матч. Случайно? Давайте зададим вопрос, может, Москве нас услышат, потому что, когда мы смотрим эпизоды с пенальти в наши ворота и не пенальти ворота соперника, ну, там до Москвы это по большому счету не доходит, поэтому, ну, надеюсь, что обратят внимание. Еще раз, значит, я не беру сейчас ВАР какие-то оценки, я беру то, что у нас игроки пропускают по желтым карточкам и абсолютно незаслуженно. Спасибо, друзья, в этом вопросе. Спасибо.